Варкастер 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 Вобретел Варкастер Отряды пехоты и команды поддержки могут дополнительно увеличить мощь боевых групп Варкастер является не только нитью, соединяющей боевую группу воедино, но и ее слабейшим звеном. В случае гибели варкастера его джеки становятся не более чем грудами металла. Таким образом, защита своего варкастера является важнейшей задачей игрока. Как только ты убиваешь варкастера оппонента, ты мгновенно одерживаешь победу. В вармашине существует несколько основных видов юнитов. Варкастеры, отряды солдат, сольные модели и джеки. Размеры масса модели отражаются размером ее базы. Грубо говоря, у большинства людей маленькие подставки. У легких джеков и больших монстров средние базы. А у тяжелых джеков и самых больших монстров большие базы. Каждый юнит обладает одной или даже несколькими картами, содержащими всю необходимую информацию о них. В том числе, имя, тип, их боевые параметры, параметр оружия и индикатор повреждений. Так же, как и все их способности и заклинания. Партии по вармашине обычно разыгрываются на поле боя размером 48 на 48 дюймов. На поле боя обычно присутствуют разнообразные элементы ландшафта, террейна. Здания, стены, леса и холмы. В начале партии каждый игрок бросает шестигранный кубик, который далее мы будем просто называть Д6. Тот, кто выкинет большее значение, выбирает ходить ему первым или вторым в этой партии. Игрок за сигнар выигрывает бросок и решает ходить первым. Затем игрок за крикс, который проиграл бросок, выбирает у какого края стола он хочет выставлять свои модели. Игрок за сигнар занимает противоположную сторону стола и расставляет свои модели в пределах 7 дюймов от выбранного им края. Затем криксовод расставляет свои модели в пределах 10 дюймов от выбранного им края стола. Сейчас мы покажем вам схватку между Варкастер-командором Колиман-Страйкером, который ведет в бой свой отряд против Орды Нечисти, ведомый Железным Личом Асфиксиусом. В Вармашине битва проходит в виде череды игровых раундов. В нашем случае я играю за сигнар и буду ходить первым. За мной последует ход игрока за крикс. Как только второй игрок закончит свой ход, закончится и раунд игры. Затем следует новый раунд и снова наступит ход первого игрока. Таким образом раунды сменяют друг друга, пока одна из сторон не одержит победу. Ход игрока состоит из трех фаз. Фазы поддержки, фазы контроля и фазы активации. В ходе фазы поддержки игрок сначала снимает все жетоны фокуса со своих джеков, затем с Варкастера снимаются все лишние жетоны фокуса. Далее игрок проверяет наличие эффектов продолжительного действия на всех своих моделях и приводит в действие каждый из сработавших эффектов. Наконец, срабатывают все эффекты, действие которых связано с фазой поддержки. В ходе противостояния Варкастер постоянно использует магическую энергию, называемую фокус. Фокус отражает внутреннюю магическую силу Варкастера и позволяет ему как усиливать свои боевые качества, ну или своих джеков, так и произносить могущественное заклинание. В ходе фазы контроля Варкастер восполняет свой фокус, получая количество жетонов фокуса, равное своему текущему параметру фокуса в его инфокарте. Варкастер всегда начинает игру с количеством жетонов фокуса, равным его параметру фокуса. От параметра фокуса Варкастера также зависит радиус его зоны контроля. Зона контроля – это круг с центром в точке текущего положения Варкастера и радиусом, равным его двойному значению фокуса в дюймах. Радиус считается от края базы Варкастера. Параметр фокуса командора Страйкера равен 6, следовательно, радиус его зоны контроля равен 12 дюймам. Каждый джек в боевой группе, находящийся в зоне контроля Варкастера, заряжается и получает один жетон фокуса. Это правило Power Up. В ходе следующей части фазы контроля Варкастер может передать часть своих жетонов фокуса джекам своей боевой группы, находящимся в его зоне контроля. В любой момент времени в распоряжении джека не может быть больше трех жетонов фокуса. Затем Варкастер может потратить оставшиеся жетоны фокуса на поддержание своих чар продолжительного действия ценой одного фокуса за каждое, это так называемые обкипы. Если Варкастер не может или не хочет тратить фокусы на поддержание обкипов, то они развеиваются. После этого срабатывают все эффекты действия, которых относятся к фазе контроля. В мой первый ход страйкер начинает игру с шестью жетонами фокуса. Айронклад, Лансер и Файфлай находятся в зоне контроля страйкера, а значит получают свой Power Up. Кладем и по одному жетону фокуса. Я решаю не раздавать фокусы страйкера джекам, оставляя их все для личного использования. В отсутствии обкипных заклинаний, то есть чар нуждающихся в поддержании, как и прочих эффектов нуждающихся в разрешении, я перехожу к фазе активации. Фаза активации является основной частью хода. В ходе этой фазы все модели армии должны быть активированы один раз. Они активируются друг за другом в любом порядке по желанию игрока. Обычно модели совершают стандартное движение и какое-либо из своих боевых действий. Стандартное движение должно быть завершено прежде совершения любых других действий. Существует всего 4 типа движений, доступных для моделей. Это стандартное движение, бег, ран, нападение, чардж и прицеливание. Aim. Параметр скорость, SPD, указанный в инфокарте модели, определяет расстояние в дюймах, которое модель может пройти. Заявив движение, модель со скоростью 6 может передвинуться на 6 дюймов и обладает возможностью поворачиваться в любой момент своего движения. Модель, заявившая бег, передвигается на расстояние, равное ее удвоенному текущему значению параметра скорости. Джеку бег обходится в один фокус. Модель, заявившая бег, теряет возможность производить какие-либо иные действия, приносить заклинания, совершать подвиги. Если модель бежит, то ее активация в этом ходу завершается сразу же после завершения движения. Я активирую тяжелый варджек Ironclad. Он тратит один фокус и заявляет бег, передвигаясь на свою удвоенную скорость, тумарно 10 дюймов. Затем его активация завершается. Следующим активируется легкий варджек Firefly и пробегает 12 дюймов, при родном параметре скорости, равном 6. Затем я активирую своего варкастера, Коллимана Страйкера, который заявляет движение, чтобы передвинуться на расстояние в пределах своего параметра скорости, 6 дюймов. Далее он произносит заклинания. Некоторые модели вармашине обладают способностью произносить заклинания в ходе своей активации. Большинство кастера тратят фокус на заклинания, не теряя при этом своего боевого действия в этом же ходу. В течение хода варкастер может произносить сколько угодно заклинаний, пока у него есть фокусы, чтобы оплатить их стоимость. Заклинания могут быть произнесены в любой момент активации варкастера, однако не могут прерывать его движение или акт. Варкастер не может произносить заклинания, если в ходе активации он заявляет бег. Чтобы наложить заклинание на другую модель, заклинатель должен иметь возможность провести на нее линию видимости, А целевая модель должна находиться во фронтальной арке видимости заклинателя, если, конечно, заклинание не сказано обратно. Фронтальная арка модели соответствует передней 180-градусной арке, ограниченной плечами модели. Вне зависимости от реальных форм и размеров модели считается, что они занимают пространство, определяемое площадью их базы и объемом цилиндра над ней. Для определения линии видимости необходимо провести прямую линию между объемом фронтальной арки активной модели и любой частью объема целевой модели, которая не должна перекрываться элементами ландшафта, другими моделями или эффектами, блокирующими линию видимости. Как только линия видимости между заклинателем и его целью определена, обратите внимание на информацию о заклинании на карточке кастера, стоимость произнесения заклинания в фокусах, максимальную дальность действия в дюймах. Радиус действия заклинания измеряется от края базы кастера до края объема цели. Зона действия эффекта, так называемая АОЕ, равна диаметру соответствующего шаблона в дюймах. Любая модель, касающаяся частью своей базы этого шаблона, потенциально попадает под действие АОЕ заклинания. Сила заклинания – это урон, наносимый заклинанием. На основе этого параметра рассчитывается искомое значение для соответствующего броска. Если в графе «Сила» в описании заклинания стоит прочерк, значит это заклинание не наносит урона. Продолжительность заклинания определяет, как долго будут действовать его эффекты. Некоторые заклинания действуют в течение одного раунда, некоторые в течение хода, другие – лишь время, необходимое для приведения в действие его эффектов. Заклинания, требующие поддержания, так называемые обкипные заклинания, действуют лишь до тех пор, пока кастер тратит один фокус, продлевая их действие в ходе фазы контроля. И, наконец, в последней колонке указывается, является ли заклинание атакующим. Если да, то для его успешного применения необходимо провести бросок на магическую атаку, так называемый бросок на попадание. Если же в соответствующей строке стоит «нет», то заклинание не считается атакующим, а кастер не должен совершать никаких бросков. Мой страйкер наложил за своего аэронклада заклинание «Магический щит», дающее аэронкладу плюс 3 к параметру броня, плюс 3 арм, увеличивая его сопротивление к урону. У страйкера есть линии видимости до аэронклада, дистанция до него меньше 6 дюймов, следовательно, магический щит будет успешно наложен на джека. Страйкер платит два фокуса за произнесение этого заклинания, а я помещаю рядом с аэронкладом жетон магического щита. Затем страйкер тратит два фокуса и накладывает заклинание «Меткость» на своего фаерфлая, увеличивая максимальную дистанцию стрельбы оружия джека. Так как в радиусе досягаемости пистолета страйкера нет ни одного противника, то он пропускает свое боевое действие, заканчивая активацию. Легкий варжак Вансер активируется и вбегает в небольшой лес. Если хотя бы часть базы модели касается зоны труднопроходимой местности, ну таких как лес, например, ее движение делится пополам. То есть за каждый дюйм своего параметра скорость она пройдет лишь половину дюйма. Ланцер бежал, это стоило ему один фокус. Как только Ланцер завершает свое движение, его активация также заканчивается. Затем активируется отряд Штормгвардии. Я хочу, чтобы они бежали, поэтому их командир отдает им приказ «Ран! Бежать!». Отряды пехоты в вармашине активируются несколько иначе, чем одиночный варкастер или джеки. Одинаково обученные и одинаково снаряженные бойцы в отряде действуют как единое целое. Модели активируются одновременно. И при заявлении движения каждая модель может передвинуться на расстояние, равное их параметру скорости. Также и при заявлении бега или атаки командир отдает всему отряду соответствующий приказ. Приказы отряду отдаются командирам отряда, а бойцы, дабы приступить к их выполнению, должны находиться в боевом порядке в рамках командного радиуса лидера. Командный радиус лидера определяется параметром лидерства в дюймах. К примеру, все бойцы в данном отряде «Штормгвардии» находятся в боевом порядке, так как каждый из них попадает в 8-дюймовый командный радиус их лидера. Таким образом я активировал все свои модели и передаю ход своему оппоненту. В первую фазу игрока за Крикс нет ни одного продолжительного или другого эффекта, нуждающегося в разрешении. Поэтому сразу переходит к фазе контроля. Асфиксиус начинает игру с 7-ю жетонами фокуса. И в ходе фазы контроля Death Reaper, Reaper и Slayer находятся внутри контролки кастера 14 дюймов. Поэтому каждый джек заряжается и получает один жетон фокуса – Power Up. Игрок принимает решение не распределять фокуса асфиксиуса между джеками. В отсутствии заклинаний, нуждающихся в поддержании, или каких-либо других эффектов, нуждающихся в разрешении, он переходит к фазе активации. В ходе фазы активации тяжелый Warjack Slayer тратит один фокус на бег и бежит. Reaper и Death Reaper тоже бегут. Затем отряд боянов получает приказ бег и тоже бегут. Все бегут. Затем активируется асфиксиус, заявляет движение и произносит заклинания – sign-touch, парализующая касание на Slayer. Заклинания понижают броню противника в радиусе ближнего боя вокруг джека и стоят два жетона фокуса. У асфиксиуса есть линии видимости до Slayer, которая находится в пределах максимальной дистанции заклинания 6 дюймов. Таким образом заклинание будет успешно наложено на джека. Затем асфиксиус произносит заклинание «телепорт» на самого себя, получая возможность мгновенно переместиться в любую точку поля боя в радиусе 6 дюймов от своего текущего местоположения. Активируя все свои модели, игрок Закрикс передает ход игроку за сигнар. В ходе моей фазы поддержки ни один эффект не нуждается в разрешении, так что я сразу перехожу к фазе контроля. В ходе фазы контроля Страйкер восполняет свой фокус до 6 жетонов. Айронклад, Файерфлай и Ланцер заряжаются, затем Страйкер отдает один из своих жетонов фокуса Светлячку, а также оплачивает пауэрапные заклинания магического щита и меткости по одному фокусу за каждое. Таким образом действие заклинаний продлевает. Далее в фазе активации Файерфлай заряжает свой Штормбластер, чтобы произвести выстрел по Слееру. В ходе своей активации модель может потратить свое боевое действие на атаку дальнего боя. Как и в случае с заклинанием, атака дальнего боя может быть заявлена лишь в случае наличия линии видимости между стрелком и целью. Модель, использующая свое боевое действие на завершение стрелковой атаки, может произвести выстрелы к каждому из своих стрелковых орудий, отмеченных специальной иконкой, на дистанцию в дюймах в пределах максимальной, также указанной в профиле оружия. Темп огня, Rate of Fire, РОФ, количество выстрелов, которые модель может произвести данным оружием в ходе своей активации. Зона воздействия эффекта, Area of Effect, АОЕ, это диаметр соответствующего шаблона в дюймах, используемого, чтобы выяснить, какие модели подверглись атаке. Модель, любая часть базы, которая накрывается шаблоном, попадает под действие атаки. Сила атаки, Power, количество урона, которое способно нанести оружие, чем больше число, тем больше урон. Чтобы определить степень успеха стрелковой атаки, атакующий прибавляет значение своего параметра RAT, Ranged Attack, численно характеризующего меткость модели в дальнем бою, значение, выпавшее на двух шестигранных кубиках. Однако, атакующая модель за один фокус может увеличить свои шансы на попадание, добавив один дополнительный кубик к броску. На сленге это называется Boost, забустить на попасть. Один бросок может быть забущен только один раз, поэтому модель не может потратить свои оставшиеся фокусы на улучшение этой атаки. Параметр защиты DEF представляет собой совокупность способностей модели уклоняться от атак, ее размер, ловкость, навыки и даже магические защиты. Если сумма параметра, который атакующий использует для броска RAT или MAT, и результат броска равна или превышает текущее значение параметра DEF цели, то атака считается успешной. Я потратил движение светлячка на прицеливание, aim. Он не сможет двигаться, но получает плюс два ко всем броскам на стрелковые атаки в этом ходу. В обычной ситуации слейер был бы за пределами досягаемости штормбластеров 10 дюймов, но так как светлячок находится под действием заклинания меткость, дистанция стрельбы у всех его стрелковых орудий увеличена на 4 дюйма. Таким образом, слейер оказывается в пределах досягаемости Firefly, который добавляет к своему RAT 6 бонус плюс 2 за прицеливание aim, а также тратит один фокус на усиление атаки, добавляя к броску дополнительный кубик. Параметр защиты слейера DEF равен 13, однако он получает плюс два против стрелковых атак Firefly, так как его позиция выше. Результат броска превышает защиту слейера, значит он получает прямое попадание. При попадании атаки по модели необходимо определить величину полученного ей урона с помощью броска на урон против параметра брони Arm Armour. Параметр Arm отображает способность модели отражать урон. Чем выше броня, тем больше урона она может отразить. Чтобы выяснить количество нанесенного урона, надо к параметру силы оружия добавить результат броска двух кубиков. Броски на урон также можно бустить за один жетон фокуса. В итоге модель получает количество урона, равное разнице между результатом броска на урон и значением параметра брони цели. В нашем случае результат броска равен 25, превышая параметр брони цели 17 на 8 пунктов. Следовательно, слейер получает 8 урона. Урон, получаемый джеками, отмечается на их карточках в специальной таблице, состоящие из шести пронумерованных колонок, отображающих структуру целостности боевой машины. Клетки, отмеченные буквами, обозначают важные для функционирования джека системы. L – левая рука, R – правая рука, M – шасси, C – кортекс. В случае критического повреждения любой из этих систем, эффективность джека при исполнении соответствующих действий падает. Колонка, в которой будет заноситься урон, определяется броском D6 и заполняется в самой верхней незачеркнутой клетке соответствующей колонке. При заполнении выбранной колонки весь незафиксированный урон переходит в соседнюю справа колонку, в которой еще есть незачеркнутые клетки. Так как все клетки с пометкой R, отображающие состояние правой руки джека, были зачеркнуты, то его рука теперь считается поврежденной. И при бросках на атаку и урон с помощью оружия, смонтированного на этой руке, будет бросаться на один кубик меньше. Так как не все отмеченные буквы C клетки были зачеркнуты, кортекс джека остается работоспособным. В отличие от джеков, у варкастеров и некоторых других бойцов урон отмечается не в колонках, а в строках. При получении урона варкастером заполните соответствующее количество клеток в строке. Когда все клетки в этой строке зачеркнуты, модель считается уничтоженной. В отличие от джеков и варкастеров, большинство моделей покидают поле боя при получении одной единицы урона. Разрешение обычной стрелковой атаки, изувечившей слейера, на этом бы и закончилось, но у штормбластера есть генератор молний, позволяющий ударить током до трех вражеских моделей поблизости от основной цели. Проведение данной дополнительной атаки требует броска Д3. Для этого бросите Д6, разделите результат пополам и округлите в большую сторону. В нашем случае результат броска равен четырем, значит под удар генератора молний попадает две модели. Первым под удар попадает ближайший к слейеру лидер Боянов. Сила атаки равна 10 и не может быть усилена. В результате броска лидер получает 4 урона, что для него, как модели с одной единицей здоровья, более чем достаточно. Так как лидер отряда был уничтожен, игрок Зак Рикс обязан выбрать и назначить одного из бойцов в отряде новым лидером. Новый лидер заменяет собой модель избранного бойца. Последняя молния бьет вторую от слейера модель, но бросок на урон провален и боец не получает никакого урона. На этом активация светлячка подходит к концу, следом активируется лансер, тратит свой фокус на бег. Затем активируется командор-страйкер, который собирается наложить заклинание землетрясения на Десс Рипера, однако тот находится далеко за пределами 10-дюймового радиуса досягаемости. Но у страйкера есть превосходное средство для решения этой задачи. Он может транслировать свое заклинание через лансера. Некоторые модели известны как ретрансляторы, аркноды, и могут играть роль пассивных передатчиков магической энергии заклинаний, увеличивая их максимальный радиус. Наиболее распространенным аркнодом в вармашине выступают джеки, оснащенные специальными передатчиками. С их помощью варкастер может произносить заклинание через любой ретранслятор своей боевой группы, находящийся в его зоне контроля. При использовании аркнода варкастеру не нужно видеть ни ретранслятор, ни цель заклинания, также нет никаких дополнительных уплат фокусов. В этом случае варкастер все еще считается атакующей и произносящей заклинания моделью, но аркнод становится источником заклинания. Таким образом, расстояние до подходящих целей измеряется относительно ретранслятора, а транслирующая модель должна иметь линию видимости до цели заклинания. Сбитый с ног или связанный ближним боем ретранслятор не может быть использован для транслирования заклинания. Также надо отметить, что жетоны фокуса ретранслятора не могут быть использованы ни для оплаты стоимости заклинаний, ни для усиления необходимых в ходе разрешения заклинаний параметров. Ланцер все еще находится в золе контроля страйкера, так что его передатчик может быть использован кастером. Рипер находится как в пределах линии видимости ланцера, так и в 10-дюймовом радиусе досягаемости заклинания. А это значит, что он может быть поражен заклинанием. Страйкер тратит три жетоны фокуса и производит бросок на магическую атаку против рипера. Магические атаки, схожи со стрелковыми, и следуют тем же правилам. Атакующее заклинание, имеющее отметку «Да» в соответствующей колонке на карточке, требует броска на попадание. Общий результат броска определяется суммой параметра «Фокус» на карточке кастера и результата броска 2d6. Варкастер может потратить жетон фокуса для усиления этого броска. Если результат броска больше или равен текущему значению параметра «Деф» цели, то заклинание успешно. Производя магическую атаку по риперу, я бросаю 2d6 и добавляю 6 за значение параметра «Фокус». Так как у варкастера не осталось жетонов фокуса, я не могу усилить свой бросок. Параметр «Деф» рипера равен 14, однако за счет укрытия он получает плюс 4 к защите от стрельбы и плюс 2 к защите от мили. Элементы ландшафта, стены, леса и прочее, дымовые завесы, а также эффекты заклинаний могут сильно понизить шансы на успех стрелковых или магических атак. В зависимости от типа ландшафта модель может получить к своей защите бонус за укрытие или скрытность от стрелковых или магических атак. Например, стена дает укрытие моделям, находящимся в пределах 1 дюйма от нее. Модель получает укрытие от элемента ландшафта, если вы можете провести прямую линию между любой частью объема атакующего и его целью, проходящей сквозь данный элемент ландшафта. Так как Death Reaper находится в 1 дюйме от стены, он получает плюс 4 к своему параметру защиты против магической атаки страйкера. К сожалению, благодаря этому бонусу заклинание не попадает под Death Reaper, однако у моего заклинания есть 5-дюймовая зона действия – АОЕ. Атаки по площади АОЕ, производимые с помощью разрывных боеприпасов и заклинаний, попадают по каждой модели в их зоне действия. Параметр зоны действия – это диаметр шаблона в дюймах, позволяющего определить, какие модели попадут под удар. Если атакующей модели удалось попасть по своей цели атакой, бьющей по площади, возьмите соответствующий шаблон и совместите его центр с центром базы целевой модели, которые получают полный урон, указанный в описании атаки. Если базы других моделей попадают в радиус шаблона, то эти модели также попадают под удар и получают урон от взрыва, равный половине силы оружия, округленной вверх. Если же оружие, бьющее по площади, промахивается по своей цели, то в результате ошибки наведения под удар могут попасть другие модели. Чтобы определить, куда в результате отклонения попадет снаряд, поместите шаблон точно над центром базы целевой модели, сориентировав его таким образом, чтобы цифра 4 указывала на атакующую модель. Затем бросьте 1 кубик D6 для определения направления отклонения, а потом бросьте еще 1 D6, чтобы определить дистанцию отклонения. В нашем случае по результатам бросков наш шаблон сместился на 3 дюйма в направлении 6. Атака по площади не может отклоняться больше, чем на половину общей дистанции, которую она преодолела до цели. Модели, попавшие под сместившийся шаблон, получают лишь урон от взрыва, который не может быть увеличен обычным образом. Я отмеряю 3 дюйма в направлении 6, затем помещаю шаблон в конечную точку удара снаряда, задевая сразу двух вражеских варджеков. Обе модели в 5-дюймовом радиусе действия заклинания не получают урона, однако сбиваются с ног. Параметр защиты сбитой с ног модели становится равным 5, а атаки ближнего боя попадают по ней автоматически. У сбитых моделей отсутствует радиус атаки ближнего боя, они не блокируют линию видимости, не могут производить никаких действий, произносить заклинания или отдавать приказы. В ходе своей активации сбитая с ног модель может потратить одно из своих действий, либо движение, либо боевое, чтобы встать. У варкастеров и джеков также есть возможность потратить один жетон фокуса в ходе фазоконтроля, чтобы снять данное негативное состояние и немедленно встать на ноги. После произнесения заклинания страйкер заявляет полное движение, затем я решаю использовать его фит, подвиг. У каждого варкастера есть уникальная способность – фит, подвиг. Будучи использован в правильный момент, он способен переломить ход битвы. Все подвиги обладают мощными эффектами, например, увеличивают защиту от вражеских атак, силу, точность союзных бойцов или даже возвращают их с того света. Варкастер может совершить фит в любой момент своей активации, если он только не заявлял бег. Подвиг может быть совершен лишь однажды за бой, так что используйте его с умом. Фит страйкера – неуязвимость, дает всем союзным моделям в его зоне контроля плюс 5 к броне на один раунд. У страйкера не остается жетонов фокуса на заклинание, а в радиусе его атак нет врагов, так что его активация подходит к концу. Затем я активирую шторм-гвардию, бросая их в атаку. Торопясь поскорее вступить в ближний бой, модели тратят свое движение на атаку – чарж. Джекам для выполнения чаржа необходимо потратить один фокус. Модели, стоящие в отряде, отправляются в атаку приказом чарж. Все модели в отряде обязаны использовать свое движение на нападение или бег. Бойцы одного отряда могут напасть или на одну, или на несколько разных целей. Сначала нападающая модель поворачивается в направлении атаки, так чтобы оказаться в конце своего движения в радиусе ближнего боя со своей целью. Нападая модель передвигается на свой текущий показатель скорости плюс 3 дюйма строго по прямой линии, останавливаясь, лишь оказавшись в своем радиусе ближнего боя, с целью нападения. В конце своего движения нападающая модель поворачивается лицом к своей цели и производит атаку ближнего боя. Чтобы поразить свою цель в ближнем бою, атакующая модель должна доставать до своей цели своим радиусом атаки ближнего боя. Радиус атаки РНГ измеряется от края передней арки базы атакующей модели и указан в описании атаки для оружия. Модель связывает боем всех врагов в своем радиусе атаки ближнего боя, может бить их любым своим оружием. Модели, не обладающие оружием ближнего боя, также не обладают и радиусом ближнего боя, а значит и не могут связывать боем. Модель, заявившая нападение, должна потратить свое боевое действие на первоначальные удары всеми своими орудиями ближнего боя. Основным параметром при разрешении атаки ближнего боя является мат. Мат отражает уровень мастерства модели в обращении со своим оружием, таким как мечи, копья, когти, зубы, для проведения атаки атакующая модель выбирает одно из своих оружий, отмеченное в ее карточке специальной иконкой мечом. Затем игрок бросает 2d6 и прибавляет к результату броска значение параметра мат модели. Джеки и Варкастеры могут потратить жетон фокуса на усиление броска. Если сумма бросков и мат больше или равна деф модели, то атака поражает цель. Урон атаки складывается из силы модели и мощи ее оружия. Для удобства нужное значение указано в графе P плюс S описание оружия. Power and Strange При обычной атаке ближнего боя бросается 2d6. Однако модели, заявившие нападение Charge, получают усиление броска без каких-либо дополнительных условий. Получив приказ Charge, три шторм-гвардейца нападают на Death Reaper. Еще один гвардейец нападает на Reaper. Оставшиеся два гвардейца не могут войти в радиус своей атаки ближнего боя ни с одной из вражеских моделей, так что они просто бегут. К сожалению, один из гвардейцев, собиравшихся атаковать Death Reaper, оказался за пределами командной зоны своего лидера. А значит, он не сможет производить атаки, пока не вернется в боевой порядок, в командную зону. Далее, два моих гвардейца заявляют координированную атаку по Death Reaper. Проводя координированную атаку ближнего боя, я выбираю одну из своих моделей основной атакующей. Затем она наносит один удар, получая бонус плюс один к своему броску за каждую модель, участвующую в координированной атаке. Так как в нашем случае в атаке участвуют две модели, то наш гвардейец получает плюс два к броску. Однако, так как Death Reaper сбит с ног, то все атаки ближнего боя попадают по нему автоматически, и нет никакой необходимости в бросках. Усиленный бросок на урон получает тот же бонус плюс два за координированную атаку. Death Reaper получает 11 урона в третью колонку. Его передатчик поврежден. Он теряет способность транслировать заклинания. Заряженная электричеством Алибарда Шторм Гвардейца при ударе создает дуговой разряд, который поражает Рипера, наносит ему две единицы повреждений. Удары Гвардейца, атакующего Рипера, наносят ему пять урона. Другой разряд поражает Death Reaper, не нанося тому никаких повреждений. Таким образом, активация отряда Штормовой Гвардии подходит к концу. Наконец, активируется Айрон Клад и заявляет движение. На этом его активация, как и мой ход, заканчивается. При отсутствии эффектов продолжительного действия, нуждающихся в разрешении, минуя фазу поддержки, игрок Зак Рикс переходит к фазе контроля. Асфиксий восполняет свои фокусы до семи жетонов, Death Reaper, Reaper Slayer заряжаются, Варкастер передает по два жетона фокуса Слэеру и Риперу, тратит один жетон фокуса на поддержание обкипа на Слэере. Как Рипер, так и Death Reaper тратят по одному жетону фокуса, чтобы подняться на ноги. Айрон Лич Асфиксис активируется и нападает на ближайшего Шторм Гвардейца. Проводит первоначальную атаку своим оружием ближнего боя соулсплиттером, усиливает бросок на попадание, оборачивающийся катастрофическими тремя единицами. Если в результате броска на всех кубиках выпали единицы, то атака считается автоматически проваленной, вне зависимости от ее суммарного значения. Сразу по разрешению первоначальных атак варкастер или джек может потратить жетон фокуса, чтобы произвести еще одну атаку. В рамках своего боевого действия они могут провести по одной дополнительной атаке за каждый жетон фокуса в их распоряжении. Заявляя дополнительную атаку ближнего боя за счет фокуса, модель может выбрать любое свое оружие. Асфиксий тратит жетон фокуса на проведение дополнительной атаки своим соулсплиттером. Атака поражает гвардейца и, несмотря на его бонус плюс 5 к броне от подвига страйкера, нанесенного урона достаточно для уничтожения бойца. Далее игрок за крик сфитует Consuming Blight Всепоглощающее разложение. Сначала подвиг поражает все вражеские модели в зоне контроля асфиксиуса магической атакой пятой силой, однако бонус к броне от фитострайкера полностью предвращает эту атаку. Также фид позволяет асфиксию восполнить 7 жетонов фокуса. Крикс тратит 3 жетона фокуса, чтобы наложить заклинание паразит на айронклада, уменьшив броню джека на 3. Айронклад находится в радиусе заклинания. Результат броска на атаку более чем достаточно, чтобы поразить джека. И... да, айронклад получает эффект. Наконец, еще 3 фокуса уходят на заклинание «Адский шторм» на другого гвардейца. Бросок на атаку провален, а боец не попадает под действие заклинания. Далее активируется рипер, который заявляет движение, выходя из радиуса атаки ближнего боя шторм гвардейца, получает от того самого гвардейца фристрайк, свободный удар, когда ваша связанная боем модель выходит из вражеского радиуса ближней атаки или линии видимости, вражеская модель может немедленно произвести по ней свободный удар фристрайк. До того, как ваша модель уйдет. При заявлении фристрайка по уходящей модели атакующий производит один бросок на атаку с бонусом плюс два. Все броски на урон от фристрайков усиливаются бесплатно. Свободный удар поражает свою цель и по итогам усиленного броска на урон рипер получает три ранения. После разрешения свободного удара рипер продолжает свою активацию, завершая свое движение. Затем он заявляет стрелковую атаку по аэронкладу своим гарпуном, потратив жетон фокуса на усиление атаки. Гарпун попадает в цель, усиленный бросок на урон наносит аэронкладу лишь две единицы урона, однако гарпун обладает способностью притягивать поврежденные им вражеские модели прямо к риперу. Затем рипер может немедленно произвести атаку ближнего боя по своей жертве. Рипер притягивает к себе аэронклада, пока их базы не соприкоснутся. Затем рипер бьет его своим хеллдрайвером, удар поражает цель и наносит аэронкладу еще четыре урона. Далее игрок за крикс активирует слейера, заявляет движение, чтобы войти в ближний бой с аэронкладом. Затем заявляется атака ближнего боя, атака левой клешнею поражает цель, а заклинание, парализующее касание, наложенное на слейера, уменьшает броню аэронклада на два. В итоге сигнарский джек получает еще пять урона. Правая клешня слейера все еще повреждена, поэтому для броска на атаку у него будет на один куб меньше. Однако, игрок за крикс бустит эту атаку, чтобы получить дополнительный куб. Удар поражает цель и наносит два урона. Атака бивнями также попадает, но не наносит аэронкладу никакого урона. Игрок за крикс тратит жетон фокусов, чтобы произвести еще одну атаку, исправно функционирующей левой клешней, которая поражает цель. И крикс решает усилить бросок на урон, нанося еще четыре урона в пятую колонку таблицы повреждений аэронклада. Кортекс поврежден. Затем, не имея возможности продолжать атаку, слейер заканчивает свою активацию. Далее активируется отряд боянов, получающих приказ чарж. Два бейна нападают на аэронклада, в то время как остальные заявляют бег. Способность мастерское владение оружием мастер вэпон добавляет бейнам дополнительный куб для бросков на урон в ближнем бою. Они также обладают способностью темная пелена даркшрауд, которая уменьшает броню их противников в радиусе ближнего боя. Удар первого из нападающих бейнов попадает в цель, а благодаря усилению броска на урон за счет нападения, навыку мастера оружия и темной пелене он наносит Джеку 10 урона, повреждая тому правую руку. Удар второго бейна также поражает Арон Кладен, нанося достаточно урона для его уничтожения. Наконец, Крикс активирует Десс-Рипера, заявляет движение, за которым следует атака ближнего боя по шторм гвардейцу. При отсутствии жетонов фокуса для усиления атаки Десс-Рипер промахивается, а его активация подходит к концу. Наступает ход игрока за сигнар. Эффектов продолжительного действия по-прежнему нет. Переходим к фазе контроля. Первым делом я восстанавливаю фокус Страйкера до 6 жетонов. Ланцер и Firefly Power Up. Далее я принимаю решение не поддерживать заклинание меткость на Firefly. Затем я перехожу к фазе активации. Увидев возможность быстро одержать победу, Страйкер нападает на Асфиксиуса, потратив жетон фокуса на усиление своего броска на атаку. Удар попадает в цель и в результате усиленного броска на урон Асфиксиус получает 7 повреждений. Варкастер при получении урона имеет возможность немедленно потратить один жетон фокуса на усиление силового поля своей брони, уменьшая получаемый им урон от данной атаки на 5. Любые избыточные потенциальные очки отражения урона считаются потерянными. Асфиксиус тратит свой последний жетон фокуса на отражение урона, уменьшая количество получаемых им повреждений до 2. страйкер страйкер тратит жетон фокуса на дополнительную атаку, усиливая ее за счет еще одного жетона, которая попадает по Асфиксию. В результате усиленного броска на урон Асфиксиус получает еще 6 повреждений, которые он не может предотвратить, так как у него не осталось жетонов фокуса. Страйкер заявляет еще одну атаку, которая также попадает в цель. использовав последний жетон фокуса, страйкер усиливает свой бросок на урон, нанося достаточно урона для уничтожения криксовского варкастера. Игрок, уничтоживший варкастера врага, одерживает победу в матче. В итоге страйкер во главе войск Сигнара выходит победителем из схватки с Асфиксиусом и его чудовищной армией Криксера. Теперь, когда ты знаешь основные механики игры, бери свои модели и начинай сражаться. Фортуна благоволит отважным, так что дерзай. Если ты хочешь приобрести представленные в этом ролике миниатюры, ты можешь заказать их напрямую с сайта Приватир Пресс или у официального дистрибьютора или ритейлеров в России. Над воплощением идеи дубляжа этого ролика работал Петр Звягинцев Переводчик Дмитрий Медведев Текст читал Вадим Лобов Дмитрий 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 Дмитрий